Уникальный серебряный венок графу Муравьеву Амурскому, который долгие годы считался утерянным, возвращен в Россию из Франции. Теперь историческая реликвия будет включена в постоянную экспозицию Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Возвращение стало возможным благодаря объединению усилий представителей государства и бизнеса. Фонд наследия русского зарубежья выкупил венок при поддержке web.rf и других спонсоров, таких как Сибур и Совкомфлот. Речь идет про людей, присоединивших на этот Дальний Восток России. Речь в первую очередь про графа Муравьева Амурск, который является не только автором и инициатором заключения территориального договора с Китаем, по которому земли отошли, Российской империи, но и человеком, который основал три форпоста на Дальнем Востоке, это Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Это ключевая персона, память о которой мало отражена в музейных экспозициях и мало материальных свидетельств из города и территории, но мало предметов, имеющих отношения к графу, просто потому что он сошел со сцены и оставил дела тогда, когда ни в одном основанном городе им еще не было ни одного музея. Поэтому любые материальные свидетельства жизни графа Муравьева Амурского являются исключительными реликвиями. Виктор Шалай также подчеркнул, что речь не просто про возвращение реликвии, а про смыслы, которые люди вкладывают в это событие. С этим согласился и Константин Шестаков. Сейчас, после тех событий, которые произошли, вернусь в венок, мы приняли решение о том, что в наших городах в день его рождения будет проходить праздник, это все очень вовремя, очень верно, эти решения принимали сейчас, но я уверен, что нужно пойти дальше. Я уверен, что сейчас я работаю с командой музея Дальнего Востока, музея истории Дальнего Востока, и мы проработаем для наших училий истории, для наших школьников интересный проект, который бы рассказывал о той работе, которую Николай Николаевич проводил здесь, на Дальнем Востоке. В завершении дискуссии директор музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктор Шалай рассказал, что на некоторое время серебряный венок отправится в Благовещенск, так как именно жители этого города когда-то стали инициаторами его создания. После он вернется во Владивосток ко второму венку, который был возвращен в Россию еще в 1990-х годах. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.